КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГ На сегодняшний день у нас у всех есть, слава богу, такая возможность. То есть это приобретение приборов всех электрических, то есть начиная от холодильника, заканчивая стиральной машиной с классом энергосбережения. Кстати, даже если у вас обычная машинка, стирать белье лучше вечернее и ночное время, после 23.00. Тогда и платить придется в два раза меньше. Правда, касается это пока не всех. Необходимо, чтобы дом был оборудован двухтарифными приборами учета электроэнергии. Узнать, есть ли такой счетчик в вашем доме, можно в управляющей компании. Если нет, устанавливать его жильцам придется за свой счет. Если дом оборудован двухтарифными приборами учета электрической энергии, ночной тариф, он дешевле. Поэтому там, где это все оборудовано, да, действительно, люди ставят таймер отсрочки стирки, и стирка происходит в ночное время. Еще один распространенный миф – принимать ванну – большая роскошь. Многие считают, что это дорого и лучше мыться в душе. По статистике, человек принимает душ около 10 минут. Проведем независимый эксперимент. С помощью душа наберем полную ванну. Засекаем время. Полная ванна набралась за 8 минут. То есть воды во время принятия душа уходит больше. Не такая уж ванна и роскошь. И еще одно заблуждение. Считают, что мыть посуду вручную дешевле, чем пользоваться посудомоечной машиной. Стоимость воды не огромная. Я имею в виду для потребителей в наших квартирах. Она невысокая. Она, да, она существенная, но это не та затрата, которую давайте перейдем, будем стирать некачественную белье. И уйдет больше. Набору нужно поставить в посудомоечную машину. Экономить можно и на электричестве. Кстати, больше чистоты, меньше расходы электроэнергии. Очищайте пылесос от пыли, чтобы он потреблял электричество на 15-20% меньше. Не забывайте вовремя размораживать холодильник. Его, как и всю другую бытовую технику, стоит покупать класса А или даже А+. Сэкономить можно не только внутри квартиры, но и вне. Чем чаще в вашем подъезде или доме будут происходить поломки лифта, домофона, дверей, тем больше будет сумма в графе «содержание и ремонт». Даже если кто-то посторонний поиграет в вашем подъезде, платить все равно придется жильцам, так как это их личная собственность. А по законам нашей страны все суммы, указанные в счетах, обязательны к оплате. Помните, что оплачивать счета за коммунальные услуги необходимо ежемесячно. Субтитры создавал DimaTorzok